Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Чисел», и мы будем сегодня читать 15 главу этой книги. Здесь говорится о том, что жертвы должны сопровождаться хлебным приношением и возлиянием вина. О приношении начатков теста, о жертве за непреднамеренный грех, о наказании за преднамеренный грех. Нарушитель субботы насмерть забивается камнями. И тема о кистях, то есть цицит на краях одежды. И мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю вашего жительства, которое я даю вам, и будете приносить жертву Господу всесожжение или жертву заколаемую от валов и овец в исполнение обета или по усердию, или в праздники ваши, чтобы сделать приятное благоухание Господу, тогда приносящий жертву свою Господу должен принести приношение от хлеба, десятую часть эфы, пшеничной муки, смешанной с четвертью частью гина, элея, то есть масло и вина, возлияние, приноси четвертую часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца в приятное благоухание Господу». И далее более подробно до 16 стиха говорится, как надо делать подобное приношение. Мы остановимся на том, что необходимо было с любой жертвой приносить хлебное приношение в возлияние вина и возлияние илея. Хлеб и вино – это евхаристические символы. Елей – это символ помазания Духа Святаго. Так как все эти жертвы имели символический характер, они указывали на жертву Христа, а выражение, видимое жертвой Христа – это хлеб и вино, которые приносятся на проскомедию, и во время литургии они прилагаются в состояние тела и крови Иисуса Христа. Поэтому это не случайное дополнение, это христологическое пророчество, а добавление елея – это свидетельство о том, что Дух Святой будет сходить на святые дары и осуществлять при осуществлении хлеба и вина в тело и кровь Иисуса Христа. Далее здесь повторяются законы, которые мы уже рассматривали в других книгах. Теперь вот закон о приношении начатков теста. «И сказал Господь Моисею, говоря, объявися нам Израилем и скажи им, когда вы войдете в землю, в которой я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу. От начатков теста вашего лепешку возносите возношение, возносите ее так, как возношение с гумна. От начатка теста вашего отдавайте возношение Господу в роды ваши». То есть, когда идет еще замес теста, отделяется часть, как приношение к Господу для всесожжения. Таким образом, Библия научает нас в начале всякого дела уже совершать какое-то подношение Богу. И тем более в завершение дела, например, сбор урожая, тоже подношение Богу. Далее говорится о жертве за непреднамеренный грех. «Если же приступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, здесь говорится «по неведению», который изрек Господь Моисею, всего, что заповедал вам Господь Бог через Моисея, от того дня, в который Господь заповедал вам и впредь в роды ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка по неведению, по недосмотру, пусть все общество принесет одного молодого вола без порока». Почему молодого? Незрелого. Потому что неведение, недосмотр – это особенность незрелой души. «Во всесожжение в приятное благоухание Господу с хлебным приношением и возлиянием его по уставу и одного козла в жертву за грех». Козел – это символ упрямства. «И очистит священник все общество сынов Израилевых и будет прощено им, ибо это ошибка». Ошибка – это смягчающее обстоятельство. «И они принесли приношение свое в жертву Господу и жертву за грех свой пред Господом, за свою ошибку». То есть за ошибку тоже надо отвечать. «И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке». А для чего упоминается пришелец? Потому что пришельцы чаще могут по неведению совершать такие ошибки. «Если же один, кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех». То есть сначала говорится о ошибке многих и упоминается пришелец. «Если же один, кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом. Вот протестанты удивляются, как священник может очищать душу. Даже в Ветхом Завете это присутствует. И очищена будет душа, имеется в виду, и прощена будет ей. Один закон да будет для вас, как для природного жителя и сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. То есть тем более для пришельца. Тем более для пришельца. Вот такой акцент, потому что он только входит в традицию Израиля. Далее говорится о наказании за преднамеренный грех. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзко и рукою, то на первом месте туземец и потом пришелец. Спрос из туземца больше, потому что кому много дано, с того много и спросится. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзко и рукою, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего. Ибо слово Господне он презрел, и заповедь он нарушил, и истребится душа та, грех ее на ней. Вот здесь говорится о том, что любой грех преднамеренный – это грех против Господа. «Ибо слово Господне он презрел». Какое слово Господне? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради и так далее. Поэтому любой грех – это не только какое-то частное дело двух согрешивших. Это и грех против Бога. Как бы оскорбление наносится Богу. Ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней. Далее приводится пример нарушения субботнего дня, субботнего покоя и наказания. Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его, собирающие дрова в день субботы, к Моисею и Арону и ко всему обществу сынов Израилевых. И посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана. И вывели его, все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. Казалось бы, очень резко. Но вы, что мы прочитали о наказании за преднамеренный грех, возможно, с стороны этого человека, это была попытка бросить вызов Божьей заповеди о субботнем покое. Как акт мятежа против Бога. Потому что, если бы это было по забывчивости этого человека, то это отнесли бы к непреднамеренному преступлению, и камнями его не побили бы. И последний закон в этой главе о кистях цицит на краях одежды. Кисти на краях одежды с нитями из голубой или пурпурной шерсти, употреблявшимися для культовых тканей, должны были служить напоминания о священном характере общины. И экзегеты объясняют, на древних изображениях палестинского костюма в Тарзаконе 22.12 эти кисточки украшали края одежды. В иудейскую эпоху их помещали только на углах. «Христос следует этому обычаю». Об этом мы читаем в Матфея 9.20. «Но укоряет тех, кто выставляет эти украшения на показ». Матфея 23.5. Ну, прочитаем сам этот закон. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам, Израилевым, и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежды своих, в роды их». И в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господние. Голубая шерсть должна была подсказывать им небесное происхождение этих заповедей, потому что голос Божий, он звучал с небес. «И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господние и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». К блудодейству. О чем это? Эти цицид, они одевались на тело, они выглядывались под одеждой. И когда человек мог там стремиться совершить греха, блуда, он раздевался, и он видел эти цицид, он видел это, как бы, поясание, и ему приходилось или одеться и убежать из этого дома, или снять себя. Как вот некоторые на исповеди говорят, как оправдание для себя. Человек говорит, что он-то сблудил, но он крестик снял. Для чего он это говорит? Ну, как бы, он с уважением отнесся к крестику. Ну, а какое же это уважение, когда ты снимаешь крест? Это, наоборот, что-то напоминает чуть ли не отречение. Но есть и другое объяснение. Блудодействие, как я уже говорил, это непоследовательность, потому что идолопоклонство тоже называется блудодеянием. «Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим, Я, Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, Я, Господь, Бог ваш». Итак, сегодня мы прочитали 15-ю главу. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз будем читать 16-ю главу книги чисел. Берегите себя. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok